Друзья, я вас приветствую! Сегодня снова будем изучать C-Shark. На этот раз урок уже номер 6. Я напоминаю, что этот курс только для тех, кто начинает изучать. Мы будем говорить про самые основы, про самые базовые понятия. Сегодня у нас точность и размер числовых типов. Поехали! Коллеги, я точно знаю, что для вас не станет секретом то, что существуют дробные числа и целые числа. И целые числа в C-Shark обозначаются int. Мы давайте создадим переменную. Допустим, пусть она равна 7. Давайте создадим еще одну переменную b, которая равна 6. И еще одну переменную, которая называется c и равна, допустим, 5. Теперь у нас есть три переменных, которые имеют разные значения. Давайте попробуем провести, ну, допустим, давайте вот такой вот вариант сделаем и посчитаем. Ну, D мне подсказывает, ладно, пусть будет D. И мы его посчитаем вот таким вот способом. Мы A, прибавим B и разделим его на C. Но нетрудно предположить, что у нас в D. Давайте сделаем консоли в write-d и запустим приложение. Сразу посчитаем, сколько у нас будет в результате. Надо понимать, что здесь получится дробное значение, но мы увидим только 2, что говорит о том, что мы посчитали целое. Да, 7 плюс 6, 13 разделить на 5. Ну, два раза вылезает, то есть остаток у нас где-то остался за кормой. Для того, чтобы посчитать этот остаток, давайте выведем еще остаток. И он будет C, D, E. И напишем тогда вот сюда, ой, давайте вот так напишем, целое, ну или частное, ну пусть будет целое. Двоеточие поставим и здесь поставим запятую и, да, запятую напишем D. И второе, здесь напишем вот такую штуку, которая называется остаток. И сюда напишем уже значение E. Трудно писать на русском языке и на английском. Все для фронтов, все для победы. Так, и давайте запустим еще раз. И мы увидим, что у нас ничего не работает. А, ну да, конечно, молодец. Да. Мне, собственно говоря, эта штука и подсвечивала, что я не обозначил то, куда, чего буду выводить. Итак, у нас получилось следующее. У нас целое получилось 2, остаток получился 2. А, ну да, конечно, у нас и там, и там одинаковое значение, это чушь. Когда мы делим вот таким вот способом, тогда мы узнаем целое число. Когда мы делим, используя вот такой вот знак, мы получаем остаток отделения. Давайте так вот красиво сделаю. То есть, другим способом отделения мы можем получить остаток. То есть, так мы получаем целое число, так мы получаем остаток. Мы так получаем целое число, если приводим к типу int. Давайте запустим еще раз и проверим, что это действительно так. Ну и как вы видите, 2 целое число, остаток 3. Давайте Hello World сотрем, чтобы он нам не мешался. И вообще вот так вот все красиво сделано. Ну, в общем-то, надо понимать, что когда у вас будут дробные числа, если их привести к целому числу, то вы можете потерять, ну, может сказать, деньги, да. Ну, другими словами, вы потеряете то, чего остается после деления, если привести к целому числу. Надо просто про это понимать, помнить, как это работает. Итак, поехали дальше. Для начала давайте это закомментируем. Немножечко все это отодвинем отсюда. И поговорим про то, что, собственно говоря, int это целочисленное значение, но у него есть пределы. То есть, больше какого-то определенного значения вы туда добавить не сможете. Но надо говорить, что у int, то есть у целочисленного значения, как положительное есть, так и отрицательное. То есть, давайте я это продемонстрирую. Давайте создадим переменную, которая называется, допустим, min. И это будет int.minValue. И также, ну, вот, меня visual, судя, подсказывает, max это, соответственно, maxValue. И сделаем консоль в write. Ну, давайте здесь напишем min, двоеточие, пусть будет min. И, ну, так вот, запятая, max, двоеточие, что-нибудь там. Да, и вот так вот напишем, собственно говоря, max. Давайте я выведу значение на экран. Ну, вот, обратите внимание, что min-значение с отрицательным знаком, то есть, собственно говоря, как раз то, что я сказал. То есть, минимальное значение от минус двух миллиардов, до плюс двух с копейками миллиардов. А давайте теперь попробуем к максимальному значению прибавить единичку. Что, собственно говоря, нас ждет. Ну, это тоже делается на самом деле очень просто. Давайте сделаем max, давайте напишем int result равен max плюс 3, пусть будет 3. И снова выйдем в консольное приложение, какое-нибудь значение. Ну, давайте выведем как раз тот самый result. Вот, и запустим это приложение. Ну, и как вы видите, нетрудно догадаться, что int начался сначала, то есть, 47 закончилось, и как бы перекинулось назад, и вот у нас получилось уже, было 48, стало 46, то есть, единичка, там 3 плюс 1, и получилось, что мы отняли одно значение. В общем, int начался считаться сначала. Надо говорить еще вот о чем, смотрите, на самом деле, вот здесь вот есть такое предупреждение, после бы оверфлова и нанчеки контекст. То есть, в C-Sharp можно управлять вот этой штукой, вот этой ситуацией, когда можно говорить, что будет оверфлоу, то есть, переполнение, ошибка, которая закончит выполнение программы, если такое возникнет, ну, если она, конечно, не будет обработана дополнительно, или просто int начнет считаться с самого начала. Для того, чтобы включить проверку переполнения, ну, давайте напишем вот такое матершинное слово, check it, и вот таким вот образом поместим этот блок, в котором мы делаем расчет. Ну, в общем-то, вот так вот нужно было сделать. А, ну да, нельзя так сделать, я уже выпендриваюсь. Смотрите, я поместил блок, в котором вычисляю переполнение, блок check it, и теперь давайте попробую запустить. Я увижу вот это самое исключение, Unhandled Exception, Arithmetic Operation, Оверфлоу, ну, в общем-то, понятно, да, о чем речь. То есть, я предотвратил переполнение int-ового значения, перехватил его, и, собственно говоря, здесь можно как бы, ну, в общем, нужно понимать, что это все управляется. То есть, теоретически, int начнет считаться сначала, и это можно упустить, потому что Visual Studio, о, в смысле, C-Sharp, это, собственно говоря, перехватывает переполнение. Но нужно понимать, что если вам нужно будет что-то там посчитать, звезд, например, на небе, то надо понимать, как это работает. В общем, с int-ами вроде бы все понятно. Поехали дальше. Давайте теперь поговорим про дробные значения, то есть числа, с которой имеют после точки какое-то значение. Но надо знать, что в C-Sharp они представлены несколькими типами. Есть float, есть double, есть decimal, и они все, вот, по нарастающей, как я сказал, имеют более точную точность. Да, вот как-то так. Давайте закомментируем это, скопируем вот это, поместим это наверх, раскомментируем, и вместо int-а вот здесь вот напишем, ну вот первые три, нам точно нужно float. А вот это нам строчка не нужна, соответственно, она не нужна. В общем, как я и говорил, давайте здесь напишем result, и запустим приложение. В общем-то, нетрудно догадаться, что ответ у нас будет 2,6, точность, в общем-то, один знак после запятой, то есть целых шестьдесятых, давайте пожарнее сделаю. Это float самая небольшая, давайте тогда сделаем еще вот такую штуку, и сделаем здесь, так, перемены нам нужно здесь назвать 1, 1, здесь тоже напишем 1, 1, 1, напишем 1, и здесь тип поменяем на double. Ну, как вы понимаете, double это в два раза больше, чем float, то есть количество знаков после запятой, мы об этом чуть позже поговорим, а пока для примера увидим результат. Ну, и как вы видите, точность не влияет, в данном случае получилось 2,6, 2,6, потому что, в общем, как бы просто нету большого количества знаков. Давайте изменим, допустим, на 3, и здесь на 3, и запустим еще раз. Ну, в общем-то, вот теперь стало видно, что в первом результате, когда мы использовали float, у нас получилось после запятой 1, 2, 3, 4, 6 знаков, нет, сколько, 7, а здесь, ну, надо сказать, что здесь чуть побольше, точнее там в два раза, да, ну, более того, float сделала некоторое округление. В общем-то, это вот такая вот разница, ну, давайте сделаем ради прикола, наверное, еще и самый большой по размеру тип, пусть он называется, у нас 2, здесь, соответственно, 2, 2, 2, и 2, а здесь вместо double напишем decimal, нет, decimal, и еще раз запустим это приложение, ну, и, в общем-то, я думаю, что вам видно, что decimal еще больше количества знаков после запятой, другими словами, если вы занимаетесь банковскими какими-то операциями, вложения, получения, там, снял, принял, лопись, протокол, то, в общем-то, лучше использовать более высокой точности типы, которые, ну, не позволят вам потерять какую-то часть при расчетах математических операций. Ну, и, в общем-то, теперь, наверное, нужно поговорить про то, какие mic-мани-марфу, как это, максимальные, минимальные значения есть у, собственно, граф лоб, double decimal, мы начнем опять, вот, сюда, сверху, я напишу, ну, пусть будет флот мин равно флот точка минвэлю, и, соответственно, ну, пусть будет макс, и здесь я тоже так же напишу макс, и, как вы понимаете, я это все выйду в консоль, вот, вот так вот, мин, и, вот так вот напишу макс, чтобы сэкономить время, запустим, ну, не знаю, насколько вам понятен этот формат, ну, в общем, дофига тут, на самом деле, хахахаха, давайте теперь выведем для децимала, я думаю, не то, чтобы прям совсем все станет понятно, ну, так, ради того, чтобы понимать, как это работает, нужно просто выполнить это приложение, double, и, здесь, собственно говоря, тоже должен быть double, и, здесь тоже, пусть будет double, и, давайте сразу, тогда сделаем уже децимал, и, здесь, напишем децимал, вот таким вот образом, вот прям, вот так вот, я скопирую, здесь, напишу, 22, здесь, 22, а я не скопировал, а я скопировал, никто, чешу, молчите, ешкинка, и, теперь, можно, эту штуку запустить и посмотреть, ну, опять же, по нарастающему, видите, что точность, от минимального, до максимального, ну, в общем, очень большая точность, я даже не буду буквы считать, потому что, их тут нет, это цифры, что-то мне сегодня по югу прибивает, давайте, собственно, играть, чтобы вы понимали, как это работает, еще один эксперимент, проделать, так, поставим наверх, и я сделаю, вот, вот такой вот, var, допустим, a, равно, 1 разделить на 3, ну, вот такой вот вариант, как вы думаете, что будет в результате, консоль, write a, давайте запущу, смотрите, получился 0, то есть по умолчанию, когда мы используем var, у нас 1 делится на 3, и получается, интовое значение, то есть, обрашиваются все, собственно говоря, дробные части, и в результате получилось 0, вот, 0, а для того, чтобы это, собственно говоря, явно стало, допустим, float, я могу поставить float, и запустить еще раз это приложение, смотрите, опять, получилось 0, даже несмотря на то, что мы поставили 0, в смысле, тип float, здесь система говорит о том, что в зависимости от того, какие цифры вы написали, она сделала те результаты, те вычисления, которые ей больше всего понравились, и, так, для того, чтобы, собственно говоря, это стало считаться, вот, смотрите, я поставил 0, и система определила, что это не float, а double, то есть, если я здесь вот напишу double, то есть, по умолчанию используется double, система, вот это посчитает, и покажет мне дробное число, то есть, собственно говоря, 0,3 в периоде, то есть, нужно понимать, что, если вы хотите привести к конкретному типу, то нужно его использовать явно, то нужно его использовать явно, или, смотрите, я могу написать var, и здесь у меня сейчас будет снова дробное, потому что система определит, где она, вот она, система определит, давайте запустим, чтобы было видно, что запустилось, система определит, что у меня это double, потому что точка 0, точка 0, это такая вот хитрый, да, ну и если вот поставить точка 0, точка 0, навести на var, то мне подскажет visual studio, что у меня здесь подходит именно double, если не ставить 0, то, собственно говоря, я наведу на var, и увижу, что мне это int, ну, int32, 2 в данном случае, это разрядность тоже имеет значение, потому что даже int, то вот, соочисленные значения бывают разного размера, ну, об этом чуть позже, и если я, допустим, захочу сделать это double, то я могу поставить сюда D, и у меня система определить, что это уже double, то есть хотя бы одно число становится double, то есть, например, D я поставил, то оно становится, результат будет уже непосредственно double, ну, и еще небольшой симптом, секрет, если поставить F, то это будет single, ну, single это float, ну, давайте, давайте запустим, что ли, раз уж написали, ну, как вы видите, float, вот он коротенький, ну, нужно понимать, что, вот таким вот образом, это примерно работает, var, очень удобно писать, но, в зависимости от того, что вы будете использовать, то есть, какой результат вы хотите получить, надо смотреть, что вы на что делите, и как это будет дальше, обрабатываться, так, на этом, наверное, нужно заканчивать, я с вами прощаюсь, всего доброго, и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok